Всех приветствую! Когда-то раньше на моём канале уже было видео о лабораторном блоке питания на основе трансформатора и модуле на микросхеме XL4016. Данная конструкция получилась достаточно удачной и я захотел её повторить, но в отличие от прошлого блока питания, этот будет... Красненький! В общем да, решил я на этот раз собрать блок питания в корпусе вот такого красного цвета. Единственное, что одну из панелек я случайно запорол, вырезал дырку, не того размера, ну и поэтому одну из панелек придётся использовать чёрного цвета, красных отдельно в продаже не было. Каких-то существенных отличий в схеме не планируется, разве что избавлюсь от вентилятора с его схемой управления и немного по-другому включу трансформатор. Кстати, меня несколько раз в комментариях просили дать схему устройства, я не считал это нужным, но раз уж зрители просят, то схема выглядит вот так. На самом деле, многие детали здесь не являются такими уж необходимыми и их можно смело выкинуть, ну а многие можно заменить другими аналогичными, поэтому я и не считал нужным выкладывать схему, всё равно в вашей реализации она может довольно сильно отличаться. Ну например, трансформатор с выпрямителем можно заменить готовым блоком питания, предохранители можно не ставить так же как и выключатель с неоновой лампочкой. Вентилятор вообще делался под другой модуль, а для этого он не особо нужен, поэтому от него можно избавиться как и от схемы управления, а в таком случае и стабилизатор 12-вольтовый, так же не является необходимой деталью. Ну правда его-то я как раз оставлю для питания вольтамперметра, но при использовании других измерительных приборов он не нужен. Постоянные резисторы, которые подключены вместе с переменными, нужны для ограничения диапазона регулировок, если вы не хотите ограничивать, то опять же можете их не ставить. Диод ВД-1 желательно ставить, он помогает бороться с выбросами самоиндукции при использовании индуктивных нагрузок. Конденсатор С3 это просто дополнительный фильтрик, его можно не ставить, но я его ставлю для успокоения собственной совести. В итоге, если отбросить всё необязательное, то приходим к тому, что у нас самая обыкновенная типовая схема включения модуля XL4016, подаём питание на вход и снимаем то, что нам надо с его выхода. Остальное всё является лишь незначительными доработками для того, чтобы модуль лучше подружился с моими деталями и подходил под мои задачи. Вообще, цель подобных видео просто дать какие-то идеи, показать как это в принципе может выглядеть, ну а дальше уже предполагается, что зритель не будет в тупую всё копировать, а модифицирует под свои задачи. Ну и кроме того, я надеюсь, что мой зритель понимает схемные обозначения и ему не надо будет рисовать вот такую херню. А если это не так, то, господа, учите им отчасть, иначе, во-первых, непонятно, нафига вам вообще лабораторный блок питания, а во-вторых, ну вас так рано или поздно током убьёт, если вы, не зная элементарных теоретических основ, будете лезть в электричество. Ну, впрочем, что-то я отвлёкся, давайте вернёмся в реальность. Ну а в реальности, как и в прошлый раз, я буду использовать вот такой трансформатор TPP280-220-50. Данный трансформатор достаточно мощный, заявленная мощность 72 Вт, ну и он удобен тем, что у него есть несколько вторичных обмоток, и если по-разному их комбинировать, можно получать разные напряжения и токи. При этом можно заметить, что здесь имеется три вида обмоток, но при этом каждого вида по две штуки. Я соединяю их следующим образом. Обмотки разных видов по одной штуке соединяю последовательно, и аналогично делаю со второй группой. Ну и таким образом получаю две группы обмоток, последовательно соединённых, с напряжением, если верить данным цифрам, около 22,5 Вт. И так как они одинаковые, я могу их соединить параллельно и таким образом удвоить общий ток, чтобы он у меня был не 1,6 А, а получается 3,2. При этом трансформатор, который у меня имеется в реальности, немного отличается от того, который указан в этом справочнике. Ну вот, например, здесь написано, что при использовании трансформаторов на 220 Вт, необходимо соединить выводы 3,7 и 220 Вт подать на выводы 2,9. Хорошо, выводы 2,9 здесь имеются, но здесь 3,7. Вы можете подумать, что они с другой стороны, но нет, тут таких выводов просто нет. Или вот второй вариант. Можно соединить выводы 4,7, а подать напряжение на 2,8. Ну и отлично. Где тут выводы 4,7? Я их тут не вижу. Видимо, всё дело в том, что у меня более ранняя или наоборот более поздняя модификация, чем указано в справочнике, или же версия от другого завода, или ещё что-то. Но в общем, первичная обмотка у меня устроена несколько иначе. С помощью логики мультиметра и здравого смысла было установлено, что один из концов первичной обмотки выведен здесь под номером 2, но также имеются отводы под номером 8, 9 и 10. Видимо, они сделаны для того, чтобы можно было подключать трансформатор к разным электросетям, наверное, с напряжением 220, 230 и 240 Вольт. Согласно текущему стандарту, у меня в сети должно быть вроде как 230 Вольт, но это не точно, и позже я покажу почему. Но в принципе, так как эти напряжения достаточно близкие, то если перекидывать провод между 8, 9 и 10 выводом, ничего сильно страшного не произойдёт. Трансформатор будет работать, как положено. Но немного будут меняться напряжения на вторичных обмотках. Ну что ж, давайте посмотрим, какое напряжение у меня в розетке. Для этого понадобится какой-нибудь вольтметр, ну например, мультиметр вот такой. Я поставил его на измерение переменного напряжения. Ну и, соответственно, пихаю щупы в розетку. Аккуратно, естественно, их трогать при этом нежелательно. И получается, что в сети у меня 240 Вольт. Хотя, вроде как, по стандарту должно быть 230. Но, в принципе, это вполне укладывается в допустимое отклонение. Понятно, что напряжение в розетке никто стабилизировать не будет. Так что, 240 Вольт. Данное напряжение надо подавать на самые крайние выводы обмотки. Что я, собственно, и сделал. Подал на второй и на десятый. Давайте же посмотрим, что при этом получается на выходе трансформатора. Для этого я втыкаю его в розетку. Естественно, первичную обмотку при этом тоже трогать нельзя. Ставлю немного другой предел измерения, хотя это и не обязательно. Вот, и, соответственно, меряю напряжение на выходе трансформатора. И у меня получается около 25 Вольт. Хотя, по справочнику должно быть примерно 20, сколько там, 2,5 или около того. Но, в принципе, это тоже нормально. Потому что без нагрузки напряжение на трансформаторе чуть-чуть выше, чем указанное. Ну и, казалось бы, на вход данного модуля, согласно его документации, можно подавать до 32 Вольт. А наш трансформатор выдаёт 25. Маловато будет. И вот это то место, в котором начинающие радиолюбители часто наступают на одни и те же крабли. Дело в том, что вот эти 25 Вольт – это ведь значение среднеквадратичное. Его ещё действующим называют или эффективным. Но после трансформатора мы, конечно же, его выпрямляем. Нам же нужно постоянное получить. Поэтому мы ставим диодный мост с конденсатором. Ну, типичный классический выпрямитель. И какое же напряжение получится на его выходе? Давайте померяем. Я поставил мультиметр уже в режим измерения постоянного напряжения. И смотрите, 34 Вольта. А на вход можно подавать 32. Как же так получается? Откуда здесь взялось 34 Вольта? Да всё очень просто. Это амплитудное значение. Давайте получше это покажу с помощью осциллографа. Вот сейчас я временно отпаял конденсатор. Но для начала прицеплюсь осциллографом прямо к трансформатору. Как видно, у нас сигнал по форме достаточно сильно напоминает синус. Хотя и с некоторыми искажениями. Ну, это, в общем-то, нормальное явление. И смотрите, у нас напряжение RMS. Уж не знаю, насколько хорошо на камеру читается мелкий текст. Ну, вот внизу VRMS. 25,96 осциллограф показывает. Давайте проверим, насколько это хорошо сходится с показаниями мультиметра. По идее, тут около 1 Вольта запросто может быть погрешность. Меряем переменку. Ну, мультиметр показывает 25,1. Этот показывает 25,96. С учётом погрешности всё нормально. Тем более, форма сигнала несколько от синуса отличается. И на таком сигнале приборы могут давать некоторую ещё дополнительную погрешность. Но при этом максимальное напряжение, оно же амплитудное, у нас здесь 36,5. А сколько у нас на выходе диодного моста получается? Давайте посмотрим. Ну, сейчас мультиметр нормально это не замеряет, скорее всего. Потому что я отключил конденсатор. И тут вместо постоянного будет пульсирующее. Поэтому он показывает 22, и это не совсем корректно. Давайте, кстати, посмотрим форму данного сигнала. Я же для этого конденсатор и отпаял. Цепляемся минусом сюда. И плюсом сюда. По идее, у нас получится такая же синусоида, но как бы отзеркаленная. Все верхушки будут в одной полярности, а не в разных. Ну, собственно, это мы и видим. Как будто взяли нижнюю половинку, отзеркалили. И у нас получается, что напряжение среднеквадратичное в принципе такое же, и амплитудное тоже в принципе такое же. Те же 35 вольт примерно. И вот когда я подключаю конденсатор, давайте сейчас я его подключу. Вот. И теперь мы уже не увидим никакие синусоиды никакую. Мы увидим просто прямую линию. Как бы не замкнуть. Вот. Действительно, прямая линия, вон она там вверху. И напряжение максимальное, 35,6 вольта тут показывает, в принципе, совпадает с РМС. Ну, тут осциллограф немножко по-разному их почему-то показывает. Ну, это, в общем-то, скорее всего, проблема конкретно с его логикой работы. Вот. Ну, и теперь мы можем померить уже постоянное напряжение. Вот так оно меряться будет, да? Вот. И у нас здесь тогда получается, ну, тоже 30, ну, 35, грубо говоря, вольт. Вот. То есть, это амплитудное значение. Теперь возникает вопрос, а можно ли вот это напряжение подавать на вот этот модуль? Ведь у него заявлено до 32. Ну, вообще, сама микросхема XL4016, вот она. Она, в принципе, поддерживает до 40 вольт. Конденсаторы входные, обращайте на них внимание, у меня установлены на 50 вольт. Наверное, тут очень плохо видно, но тем не менее. Пусть поверите, конденсатор на входе модуля установлен на 50. Ходят слухи, что в некоторых модулях установлены на 35, и выше 35 подавать нежелательно. Ну, а также надо понимать, что на плате еще установлен вот этот небольшой линейный стабилизатор на 5 вольт. И максимальное напряжение на его входе также 35 вольт. Однако, я уже собирал такой блок питания на таком модуле, и там было немножко выше. Вот. Там было, по-моему, что-то около 37. И, в принципе, такие небольшие перегрузки модуль терпит. Так что, те 35 вольт, которые у меня здесь, подавать на данный модуль можно. Он не сгорит, ну, во всяком случае, не должен. Хотя, это уже на пределе. Но, как я уже показывал, напряжение в розетке у меня 240 вольт. Если я воткну его в другую розетку в другом доме, то там, скорее всего, будет чуть-чуть поменьше. Ну, и тогда модуль будет работать в более безопасных для себя условиях. В принципе, все вышесказанное так или иначе относится к вот этому измерительному прибору. Это типа вольт-амперметр. Если присмотреться, то вот здесь также установлен небольшой линейный стабилизатор, но уже на 3,3 вольта. И ему в таких условиях придется достаточно не сладко. Часто люди говорят, что вот эти стабилизаторы вылетают, поэтому для того, чтобы как-то обезопасить этот вольт-амперметр, уменьшить вероятность его выхода из строя, то я его буду питать через вот такую микросхемку, ну, обычная кремка. Это KR142EN8B, аналог 7812. То есть, это 12-вольтовый стабилизатор линейный, самый обыкновенный. С него я буду подавать питание на вольт-амперметр. Ну, и еще я тут пособирал некоторое количество деталей, которые я буду использовать. Ну, и, в общем-то, сейчас займусь тем, что вот эту всю кучу радиодеталей запихну в свой красный корпус, и в итоге должен получиться лабораторный блок питания. Но процесс сборки показывать на камеру, я думаю, смысла нет, потому что там я буду просто сверлить дырочки и соединять провода. Там как бы ничего особо интересного и познавательного не предполагается. Ну, вот что в итоге у меня получилось. По-моему, выглядит достаточно неплохо. Но, в принципе, блок питания как блок питания, ничего особенного. Ну, просто вот в таком красном корпусе. Выключатель в итоге поставил желтый для того, чтобы он как-то больше выделялся на передней панели, чем красный. Ну, давайте, включу его. Блок питания включается, работает. Тут как бы про него больше рассказать-то особо нечего. Ну, давайте так для вида его покручу немножко с разных сторон, для того, чтобы было лучшее представление о том, как он выглядит в реальности. Так он выглядит спереди, сбоку, сверху. Кстати, этот корпус, он без вентиляционных отверстий. Но, в принципе, модуль греется не сильно, поэтому они не нужны. Сзади панелька, как я уже говорил, черная. Выглядит, конечно, немножко хуже, но зачем смотреть на блок питания сзади? Что вы там ожидаете увидеть, я не знаю. Из незначительных изменений по сравнению с прошлой версией. Убрал вот этот индикатор. Напомню, что в прошлой версии он все равно у меня был не задействован. Поставил немного другие клеммы. В эти клеммы можно зажать либо такую, ну, типа вилку, не знаю даже, как это назвать. Ну, короче, наконечник, на провод. Вот. И также можно провод прямо всунуть в эту клемму. Тут есть отверстие, ну, и потом это все зажать. Из недостатков конкретно данных клемм, то, что резьба здесь пластиковая. На советских она металлическая, и мне они этим больше нравятся. Ну, а в остальном, как бы, клеммы как клеммы, понятно, что черная это минус, красная плюс. Это регулировка напряжения, вот оно, собственно, и регулируется. Это регулировка тока, так же, как и на том блоке питания было. Поставил ножки дополнительные резиновые, чтобы блок питания устойчиво стоял, не болтался. Ну, в принципе, он так и стоит. Ну, и давайте сейчас его разберу. Блин, только что собрал, уже сразу разбирать. Покажу, как там внутри все устроено. В принципе, да точно так же, но немного по-другому расположены детали, ну, и вообще есть мелкие отличия. Ну, в общем, вот так это выглядит внутри. Как видно, модуль я закрепил на задней панели. Трансформатор, в принципе, на том же месте. Ну, вот здесь у меня располагается кусок алюминия, на котором закреплен диодный мост и кренка 12-ти вольтовая. Хочу обратить внимание на то, что здесь навесным монтажом установлен вот такой конденсатор. Конденсатор не совсем обычный. Во-первых, он имеет вот такую аксиальную конструкцию, то есть у него выводы по бокам. Во-вторых, он имеет емкость 2200 микрофарад, в принципе, стандартная. Но он на напряжение 40 вольт. Это достаточно редко такое встречается. Обычно делают либо на 35, либо на 50. Этот вот на 40. Ну, я поставил его просто потому, что у меня такой был под рукой. Вот. Но такой необычный кондерик. И вот этот конденсатор 1500 на 16. Ну, хотя, на самом деле, это китайский кондер, поэтому вместо 1500 микрофарад там где-то около 1200 по моим измерениям. Но неважно. Он стоит после кренки, ну, для того, чтобы как можно более стабильное питание потом поступало на вольтамперметр. Но по входу предохранитель я не ставил, просто потому, что у меня они закончились. А по выходу после вторичной обмотки, сейчас я попытаюсь это показать, если камера соизволит нормально работать, поставил вот такой предохранитель автомобильный на 7,5 А. Уж не знаю, насколько он качественный, действительно ли он будет срабатывать при данном токе. У меня, что-то касательно этого, имеются некоторые сомнения. Но, в любом случае, лучше, чем ничего. Я думаю, если что-то всё-таки замкнёт внутри схемы, то сгорит всё-таки предохранитель, а не всё остальное вместе с блоком питания и хатой, в которой он находится. Кстати, предохранитель достаточно неплохо припаялся. Я за это переживал, думал, может быть, он из алюминия сделан, но нет. Ну и, по-хорошему, конечно, стоило бы поставить разъём для таких предохранителей. Я знаю, что они в продаже есть, но вот у меня не было, поэтому просто припаял его. Ну, надеюсь, что менять его мне не понадобится. Ещё из незначительных отличий немного другой конденсатор и диод на выходе. Ну, в принципе, я, как уже говорил, это ставится просто для очистки совести, поэтому тут как бы номиналы не критичны. Просто какой-то кондюрик, не электролит, и диод 1N4007 самый обыкновенный. По регулировкам напряжение регулируется точно так же. Регулировка тока немного по-другому получилась, но это, опять же, не планировалось так её делать, но пришлось, потому что не все детали были у меня в данный момент под рукой, а на рынок в нынешних условиях ехать лишний раз не хочется. В общем-то, здесь вместо резистора на 220 или 240 кОм я соединил два параллельно по 510, ну, потому что такие были. И оказалось, что с ними на минимальном положении регулировки тока модуль ведёт себя немного неадекватно. Он начинает там напряжение менять зачем-то, ну, в общем, что-то плохо работает. И поэтому с другой стороны этого переменного резистора я поставил ещё резистор постоянный на 200 с чем-то Ом. Нет, даже меньше, 180, по-моему. Ну, что-то около того. Кому интересно, можете там по цветам это всё посчитать, посмотреть. Ну, и, в общем, с этим стало работать нормально. Минимальный ток, который можно выставить, он там менее 50 мА получается, и меня это, в принципе, устраивает. Так что, на данный момент всё работает нормально. Вот сейчас я этот блок питания снова соберу для того, чтобы можно было вставить в конец видео какой-то кадр, где к нему подключена лампочка. Это выглядит достаточно эффектно. Ну, и вот он тот самый кадр с лампочкой. А это значит что? Это значит то, что данное видео я потихоньку буду заканчивать. Конечно же, благодарю вас за его просмотр. Если есть что сказать или спросить, конечно же, пишите комментарии. Ну, а на этом всё. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok